Дорогие друзья и гости подписчиками на канал, давайте посмотрим послание вам от духа вашего рода на 10.09 на сегодняшний день. Итак, ищем карту род. Какое послание вам? Надеюсь, не в конце колоды, как вчера. Ну, это все зависит от карт. Мы торологи, мы проводники, поэтому что хотят сказать. Вот, видите, опять. Да? Ну вот, не очень далеко. Так, смотрите, что здесь хотят передать духи рода. Духи рода, они передают серьезную информацию, поэтому она не всегда для всех. Так, безденежные, бесплодие, защита. Смотрите, карта лед, метла и карта зелья. Здесь вам нужно, знаете, как словно опять выходит. Тут ничего уже, но это подсказки, да? Каждый день будем смотреть. Карта лед и метла. Что-то есть, что-то, какая-то замороженная ситуация, которая вам нужна. Знаете, как зелье, как вылечить, излечить, убрать из своей жизни. Есть что-то, есть какие-то преграды, которые вам мешают. Кто-то, знаете, как будто бы замораживает. Но это, конечно, бесполезно, потому что, смотрите, знаете, рот вас защищает. Но сделать профилактику какую-то, небольшую чистку, небольшую уборку. Знаете, как метла и зелье. Здесь, наверное, совет все-таки убраться с травами. Заварить травы, то есть зелье, отвар сделать. И намыть с травами. Добавить травок. Намыть, например, дом. Потому что вот он дом. Очистить дом. Корабль. Знаете, словно, как бы, как откроете себе какие-то вот корабль, как движение, да? А оно пока как заморожено. Смотрите. Возможно, вот кому-то, как, знаете, как на безденежном, на какой-то вот бесполезность ваших трудов в доме. Защита у вас хорошая. Но знайте, что вот эту профилактическую чистку вашего помещения, здесь вашего дома, извиняюсь, помещения, ну, возможно, кому-то и рабочее место, да? Кто-то у кого отдельный кабинет и много людей ходит. Тоже протереть пыль. Взять нас с собой, например, отварчик, протереть пыль. Даже там капну чуть-чуть, ну, надо же намыть полы. Ну, почему бы нет? Ну, здесь карта дома. Рассказала помещение. Значит, кому-то и рабочий кабинет, через который проходит много людей. Не все люди искренне, откровенны, поверьте мне. Даже родные люди причиняют очень много боли. Не говоря уже о чужих. У вас хорошая защита. Знайте, что вас защищают, ну, вот это сделайте. Кому-то, знаете, как заморожены, как дороги. Знаете, вот, как путь, как будто вот кому-то перекрывают. Это все бесполезно, потому что защита есть. Но помогите своей защите, откройте, да, своей. Рот тоже любит, когда люди не сидят у окна, они не проливают слезы, а люди действуют. Они там сверху видят. Ну, скажи, ну, что, что, вот, что, что, все, вот, плачешь. Ну, возьми ты вот, почисти ты свой дом. Почисти там свое рабочее место. Тебе же легче станет. Вот такой вот вам подсказка сегодня. И знаете, что очень сильная защита. Видите, он под таким, как коконом. Ваш род вас защищает. Бесполезно с чьих-то плохих трудов. Мы их сегодня не рассматриваем. Ну, вот, может быть, благодаря вот этой вот очищению этому, оно вообще, как бы, да, вот, все это развалится. Какой-то негатив, который... Может, какая-то вещь нехорошая в вашем доме, разбитая, расколотая, которую вы склеиваете там годами, там бережете, вот, тоже от этого надо избавляться. Здесь конкретно не показывают, да, вещь, но показывают дом, метла с зельем. Поэтому здесь вымыть полы именно с травами. И делайте это без всяких раскладов. Ну, хотя бы раз в месяц, раз в три месяца. Не сложно заварить травки, полынь, шалфей и добавить, например, в ведро с водой. И вымыть это все с травками. Это нужно делать. Всем доброго. Вот такие вот послания, подсказки на сегодня.